Привет, мне кажется, в этот момент я должна снимать влог. Сейчас я иду, получается, делать тест на корону, потому что недавно кого-то нашли корону, он поблизости в универе, и сейчас все университеты, вообще весь город должен делать тест на корону. В общем, я не знаю, где стоит администрация, поэтому я встала просто от себя. А, еще заранее, мы вчера заполнили нашу информацию в одном приложении, там нам дали QR-код, а когда мы подойдем туда, нужно показать QR-код, и они потом как бы сделают тест на корону. Так круто стоять на солнышке, и вот, смотрите, сколько там народу. Еще я закончила, в принципе, они просто, знаете, палочку берут и по рту, то есть они там не залазят какой-то в нос. Сегодня у нас 9 марта, и я хочу сказать, у нас уже погода 24 градуса, на этой неделе вообще будет 28, по-моему. И смотрите, какие красивые цветы здесь растут, это вообще. Ой, то есть не цветы, а деревья, а сакура. Ну, это очень красиво. И вот эти вот цветы, что я. Вообще, я уже в комнате, сейчас буду смотреть «Ходячих мертвецов», и вот у меня есть такой вот хлебушек, он с ананасом, он очень вкусный, есть также с другими вкусами, но мне больше нравится с ананасом. Я его заказывала с интернета, потому что в магазинах его нету. Ребята, я уже на улице, и я поспала 2 часа. Господи, это было очень круто. Я как-то выспалась, так как я проснулась вообще 8, по-моему, с чем-то, и уснула там 3 часа ночи, поспала всего лишь 5 часов. Ну, и сейчас я пошла в офис, и у нас очень жарко, я еще хотела джинсовку. Я не думала, что будет так жарко, потому что утром было немножко холодновато. Я уже вышла, мне это заняло буквально 3 минутки. Сейчас пойду в комнату, потому что у меня будет пара, потом я пойду в столовку, и вечером у меня в 7 часов до 9 еще одна пара. Ну, вот у нас сейчас нет пара, мы учим новые слова. Му-джи-хо-джи-хо-джо-джо-джо-джин-ву-ли, мы-го-и-хо-гон-фу. Знаете, я подумала, что там стоят какие-то вещи, но такая, у них что, есть подоконник? Потому что я живу на первом этаже, а на первом этаже вот такие вот решетки. Еще мне вообще не охота одевать маску, потому что мне очень душно. Самое сложное, мне кажется, это выбрать, что покушать. Все, я забрала еду. Я уже в какой-то такой традиции показываю, что я буду кушать. Кушать такие омлетки, ну это яйцо в общем. Потом здесь это курица, потом это зелень, это похоже что-то на картошку, но здесь рис. В принципе, все. Буду кушать, стоило это все 15 юаней. Итак, сегодня у нас уже следующий день. Вчера я ничего не снимала, потому что монтировала весь день видео, потом его загружала на ютуб очень долго. И также вчера у меня была всего одна пара, поэтому весь день я монтировала. Ничего такого не происходило. Сейчас также у меня идет пара по современной культуре Китая. Точно, знаете, мы тут проходим к культуру. Эта учительница, она была у меня в прошлом семестре, она очень хорошая и как бы все понятно объясняет. Сейчас у меня эта пара пройдет, я еще не покушала. Уже хочу доделать домашку и потом я вас возьму в английский клуб. Я уже рассказывала эту историю в телеграме. Есть одна девочка, то есть я сидела на газончике, кушала и подходит ко мне одна китаянка. И она спрашивает, можно ли взять у тебя интервью? Я сказала, конечно, только я не китаянка. Она сказала, вау. И она начала сама сразу же говорить на английском. Потом мы с ней так познакомились. И оказывается, у них есть свой английский клуб. Он, видимо, начался только в этом семестре первый раз. Я сказала, обязательно приходи. Вот в прошлой неделе я первый раз пришла, мне очень понравилось. Были всякие игры, также мы разговаривали там на английском. И также там разговаривали на китайском. Для меня это, знаете, такая практика и как и английский, китайский. Поэтому обязательно я буду ходить. Английский клуб, получается, проходит на пятницу. По восьмое. Поэтому сегодня по восьмое мне надо быть уже там. Все, я уже закончила, наконец-то. У нас очень жарко. Снова всех заставляют одевать маски. И температуру тоже проверили. Итак, все, я уже в комнате. Вот еда. Открою вместе с вами. Буду смотреть «Четыре свадьбы». Не знаю, как вам, но мне очень нравится это шоу. Я уже посмотрела, наверное, все сезоны, все серии. Хочу сказать, что я всегда кушаю палочкой. Ну вот, например, берешь эту курицу, кладешь сюда, потом с рисом и кушаешь. Я взяла не острый, потому что я до этого мне дали острый, и это было не очень вкусно. А когда она не острая, мне нравится. В общем, недавно я поменяла свою обложку. Ну вот такую вот. Но со временем она мне почему-то не нравится. Я хочу ее поменять. Наверное, сделаю какую-нибудь новую. Такую, знаете, обычно, мне кажется, что здесь очень много мелких элементов. Вот эти огромнейшие рукава. Итак, все, я собралась и выхожу. И, по-моему, я уже опаздывала, господи. На улице очень классная погода, и сейчас у нас закат. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сейчас стою в темноте. Нужно, то есть, нам выучить такую, как сказать, пословицу на английском. И кто быстрее рядачей скажет, что ты выиграл. Кто проиграл, тот должен отжиматься. Так, ребята, у нас уже темно, и я шла с одним мальчиком, который тоже принял участие в этом мероприятии. Он вообще прикольный, мы с ним поговорили на китайском. А, и смотрите, они мне дали вот такую штучку, то есть, это угощение, потому что мы выиграли. Было очень классно, поэтому в следующий раз я тоже пойду. Зашла в магазин. Возьму и попробую вот это вот шоколадное молочко. И так все, я уже умылась. Попробовала вот это вот шоколадное молоко. И оно мне очень понравилось. Оно реально вкусное. Поэтому, ребята, сегодня я немножко устала. Я, наверное, сейчас буду смотреть что-нибудь в Ютубе и потом спать. Поэтому увидимся уже с вами завтра. Так, сейчас я пойду в библиотеку, потому что мне нужно сделать домашку по высшей математике. Знаете, мне очень нравится эта маска, потому что, знаете, здесь вот такие вот прикольные штучки, то есть, не больно ушам, как, например, вот в этой маске. Я люблю вот такой в чёрной. И в ней дышится как-то, знаете, даже получше. Хочу с ней время проводить, а что так? То есть, это мой выбор. Если часто, это вовольный чёрный. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, ребята, всё, я вышла. И сегодня я пробыла 4 часа. Мне кажется, это рекордное время. И сегодня также в группу опять снова на учительнице написала, что у кого-то снова коронавирус. Ну, то есть, помните, мы делали вот тест на корону, то есть, у меня отрицательный пришёл. И, видимо, у людей из нашего университета, кто контактировал с тем человеком в то время, то у них появились такие жёлтые QR-коды. Сейчас придётся делать тест на корону. Я проверила свой QR-код, он у меня зелёный, потому что я вообще никуда не выходила с универа. Также завтра у нас воскресенье. Так, время уже 4 часа, и сегодня я убиралась в комнате. Смотрите, у меня там был двухсторонний скотч, и я приклеила этот удлинитель к столу, потому что он постоянно лежал вот так на столе и как-то мешался, что ли. А вот так очень удобно. Всё, я уже в столовке, взяла еду, и вообще никого нет, слава богу. Кстати, я же хотела забрать на почте свою посылку, оно закрыто из-за коронавируса. Вот видите, главное, посылки всё лежат тоже на улице, и внутри тоже есть, но они закрыты. У нас, наверное, на улице уже 27 градусов. В принципе, нормально, но немножко жарковато. Так, смотрите, какой красивый байк. Тут вообще их очень много. Кстати, помните, я всегда хожу в сток-магазин, а касса здесь ещё и второй магазин. Таким, давайте туда зайдём. Итак, я уже в комнате. Сейчас покажу, что я взяла. Здесь обычный сок, манговый, он мне очень нравится. И здесь получается мясо, огурцом, когда она лапша, с мясом тоже. И там картошечка и рис. Итак, я, как всегда, не записала концовку, но сейчас я монтирую это видео, поэтому хочу сказать всем спасибо, кто досмотрел его до конца. Надеюсь, оно вам понравилось. Подписывайтесь на мой канал, инстаграм, телеграм, ссылки есть в описании. И увидимся уже с вами в новом видео. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!